Но и это не все наши чередующиеся слоги. Есть еще. Это хорошо или плохо? Ну, с точки зрения науки армократии, наверное, это плохо. Да? Потому что действительно есть еще. Исключение. А там есть исключение? Почему это мне кажется, просто интересно? Это не исключение. Просто опять-таки мы так договорились. А мы договорились с кем-то договорились. Но в свое время собралась орфографическая комиссия и договорились между собой и совсем на розу. Заметьте, что писать надо так. Кстати, любые изменения орфографические должны дождаться в серии. Последние наши изменения в нашей орфографии даны в 1956 году. Давно? Нет, очень недавно. Ну, кому недавно, кому давно. 1956 год. Это почти 60 лет назад. 56-й год? Да. Почти 60 лет назад. Конечно, давно. Нет. Нет. Это еще. Этого не стоит. Последние годы никаких прочих изменений в русской орфографии не было. До сих пор по правилам 56-го года пишем «Прикоснувшиеся» и «Прикоснувшиеся» и «Прикоснувшиеся» и «Прикоснувшиеся». Да? А вот, когда проводят изменения, изменения там только определенные правила или сразу весь язык переворочат? Весь язык переворочат нельзя. Язык живой. Его не перевернешь. Можно изменить очень многие правила. А я переворочу. Правда? Правила 56-го года изменили довольно многие правила. Еще большее количество правил было изменено в 1918-м году, когда из русского языка были исключены какие-то буквы. Какие? Какие? Кому интересно? Ять. Так. И это была Баять. Баять. Это что, Машей бабушке, как вы видите, писали? Это был твердый знак. Он был исключен почти во всех словах. Он остался сейчас где? Где у вас твердый знак есть? Я же приставка и корня. Между приставкой и корня. Согласен. В других случаях его просто нет. И это была буквы как «ф». И это была буквы как «ф». И это была буквы как «ф». Она иногда считалась как «и», реже как «ю», она взялась из греческой «ю». А с какого года эти буквы у нас начали в стране развиваться? Начали с телевизора. С самого-самого-самого начала нашей азбуки. С 863 года. Если не сейчас. С 863. Давно? 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 А вот эти буквы в 1318 были исключены. И они действительно до некоторой степени лишние. Почему они лишние? А есть в некоторых языках какие буквы остались, какие они и посидели сейчас? Есть, конечно. В современный болгарский, помнишь? Ну, не самый язык, а может, болгаритов. Был, наверняка. Ты увидел, что сам вот эта буква очень часто употребляется. Правда? Правда? Да. Вот я. А, это тоже? Это петальки просто убрали, а они не убрали. Она у них до сих пор получает классную. Это нормально, как старословянский. Не случайно старословянский язык устал от до сих пор иногда древнеполгарским. Заметьте, не древний русский, не древний украинский. Не древний сербский, а древнеполгарский. И чем? Вот эти буквы лишние, потому что они обозначают те жутки, которые обозначают другие буквы. Так, они обозначают действительно, стали обозначать, да, со временем. Те же самые звуки, которые у нас сейчас употребляются. Буква Яль обозначает звук Е. Ну, звук Е, это нехорошо. Звук Е, это нехорошо. Звук Е, правда? Твердый знак. Твердый. Думаю, смотрите. Перестало обозначать, какой бы то ни было звук. А что тогда твердый знак? Титал. Титал. Нет, титал. В слове Федора, например, писалось титал. Титал. Федор. Фа. Конечно. А можно показать, что рядом с Туз, там есть еще банк и на конце твердый знак? Есть, конечно, я думаю, что это дать старому как раз написанию, да? А можно? Да. А может и написать? Титал. Федор писалось, ну, в 2018-го год, ну, а не, я имею в виду слово само. Слово? Очень просто, вот так. Так и писали, как и сейчас пишем. Федор, на конце твердый знак, конечно. Федор. Да? Может быть. А, Федор. Федор. Во всех словах, во всех словах, если оно скачивается, то можно... И словос там, где раньше когда-то была Тет, греческая. Тета. Скажем, Федор, давайте переведем. Тет. Ты знаешь? Тет. 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 Теодор. Тет. Это что значит? Теодор. Тео. Тео. Это... Это греческий? Это греческий. Тео. Это... Нет, не теник. Теодор это тот, кто на быков. Тео. Нет. Это стреляберов. Нет. Тео. Это... Это... Теодор – это Бог. А Дор – это очень просто. Это Дар. Итак, Теодор – это Божий Дар. По-русски будет имя такое же. Теодор – это Божий Дар. А где могут чаще управлять Деодор, которые убрали? Нет, эти управлялись редко. Особенно вот эти. Потому что они редко управлялись. Твердый знак, конечно, в конце каждого слова на твердую согласную. И, тем не менее, его тоже решили убрать. Еще? Я вопрос. А вот эта буква «Э» понятна? Да. Фа. Ну вот, и я знаю, что с ней случилось. В Москве пришла наша буква «Э». Т.е. ее взяли и повернули на 90 градусов. Это неплохо. Но дело в том, что в Кирилле собрали и та, и другая. И та, и ферд. А зачем тут есть? Ферд? Во-первых, и сбоке вот так. Эф. Фа. Фа. Ферд. Она была тоже. И она писалась тоже. И она тот же звук обозначалась. А зачем? А зачем? Беру и кей обозначают один и тот же звук. Хороший вопрос. Вот именно поэтому... А почему на ней... ...кей эту букву с течением времени убрали? Почему мы ее убрали? Почему не ферд? Почему не ферд? Потому что ферд большее количество слов писалось помешно. А почему? Так. Вы с Федором не догадались права. Дайте мне русский интервалент этого слова. Итак. Федор. Дар Божий. То, что дано Богу. Имя подсказываю на Богу. Борис. 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 Борислав. 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 Федор. Федор. Давайте начнем с... Борислав. Бог. Бог. Богдан. 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 А я знаю Богдан. То есть тот, кто дан Богом. Как будто бы его Богом дал. Богдан. Это имя абсолютно то же самое значило. Что Федор и что Сеодор. Божий дар. Божий дар. Божий дар.